Музыка 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 какая реклама вам нравится. Возможно, это та, которая постоянно в вашей голове, а возможно, та, которую вы просто хотите пересматривать, потому что сейчас шедевры рекламы выходят, это точно. Поэтому рассказывайте свое отношение к рекламе, возможно, какую-то вы бы хотели увидеть. Все это ценно для нас. Да, либо вдруг у вас есть какой-то любимый персонаж рекламный. Допустим, у меня навсегда в голову вбилась тетя Ася, которая приезжала, постоянно что-то отбеливала у людей. И вот это все у меня на всю жизнь осталось. Это тетя Ася. Если вы помните, можете написать, что для меня это самый такой достовутый персонаж из рекламы. В общем, описывайте ту рекламу, которая вам нравится. Можно также сегодня передавать привет и поздравления. Можно рассказывать, как прошла ваша неделя, и в частности пятница. Можно кому-то передавать приветы и хорошего пожелания, например, в выходных. Можно кого-то приглашать в гости, даже так. Да, можете написать, привет, Никита, приходи играть в игры. И Никита такой, точно, а вдруг у него телефон выключен, а девятку он смотрит и такой, о, все, посмотрел. Да, но к нам еще можно позвонить, представляете? Позвонить в прямой эфир по телефону 35-4-0-4. А это значит, что, во-первых, есть возможность сразу получить подарок. Иногда мы бываем настолько щедры. Это, по-моему, потрясающе. Вы звоните, говорите, поздравляем, как всех людей. Мы такие, классно, держите подарок. Но это, как говорится, это как лотерея. Вот так. Кто дозвонит, тот и узнает, получится ли он что-то или нет. Но в любом случае бонус от общения есть. Бонус того, что вы в прямом эфире передаете кому-то приветы и поздравления, тоже есть. Ну и, конечно же, приятное общение. Еще раз повторюсь. Да, потрясающе. По-моему, замечательно это все, в общем. Так, ну что, давай кратко о подарке. Во-первых, у нас есть суперклассная полезная вещица. Это скидка, которая постоянно будет с вами в сеть шиномонтажных центров. Так что, я думаю, что автолюбители оценят. На веки вечные там 20% потрясающе. Ну, еще есть у нас пригласительный билет в палеонтологический музей. Поэтому, если не знаете, чем заняться в будние дни или выходные, то, пожалуйста, легко можно отправиться туда. Ну и для вашего настроения, чтобы поднять... Что там? Что там еще? Ваше, знаешь ли, такое, знаешь, предпраздничное ощущение, потому что выходные – это всегда праздник, то вот это целый набор вкусностей, целый пакет, а там чего только нет. Как всегда, друзья, печенье я уже вам показывать не буду, потому что мне кажется, что вы видели его. Есть вот такой вот мармелад с клюквой сегодня. Есть также разнообразие штруделей. Разнообразие штруделей, замечательно. Можно так кино назвать. Ну и там печенье овсяное, которое подойдет ко всем вам, мне кажется, что к завтраку, к обеду, к ужину. К чаю, кофе, ко всему. Всегда хотел выиграть эту пакетик, но не могу, понимаете? Все вам отдаем, поэтому вы выигрывайте и потом рассказывайте нам, вот в комментариях вам написать, как вам на вкус. Мы будем думать, представлять, что мы тоже его едим. Будем радоваться за вас, все просто. Ну что, друзья, все, мы вам и рассказали, как можно получить подарки, и сейчас будет еще один, ну, я не знаю, подарок или нет, кому как, но это точно вариант, как можно провести, например, выходные, потому что буквально завтра уже отмечается День любителей бильярда, а это и спорт, а это и развлечение, а это даже, возможно, и снимает стресс со всей рабочей недели, если он у вас накопился. Об этом, кстати, узнал и проверял на деле наш коллега Никита Ильин. Мы с тобой одной крови, друг. Всем привет, меня зовут Никита Ильин. Сегодня я вырвался, наконец-то, в теплое помещение. Я и буду заниматься не спортом, а буду заниматься чистой релаксацией. Сегодня я буду учиться играть в бильярд. Посмотрим, насколько это поможет мне снять стресс. Да я уверен, поможет. Вы готовы? Готовы. Полетели. Я здесь. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Это Дмитрий, человек, который разбирается в бильярде, который умеет играть в бильярд и знает, как называется эта палка. Это палка? Это ки. Это ки. Видите, я уже не разбираюсь, Дмитрий уже разбирается. Расскажите, можно ли снимать стресс с помощью бильярда? Бильярд может, так скажем, отвлечь от серых будней. Играет он довольно-таки интересное, особенно в компании друзей. Топ-3 пользы от бильярда. Какую пользу сказывают? Бильярд – это, еще раз скажу, это спорт. То есть небольшие физические нагрузки, хороший досуг и, наверное, хорошее время притворения. Насколько в Кирове вообще развита бильярд-индустрия? Ну, по меркам провинции, ну, венки неплохо развиты. То есть есть куда стремиться. Понятно, что мы там до крупных мегаполисов не протягиваем. Понятно, даже школы бильярда. Ну, любителей бильярда в унике очень много в Кирове. А есть ли какие-то турниры областные, может быть, городские? Ну, областные турниры в данный момент пока не проходят. Клубы бильярдные проводят для любителей, для профессионалов турниры отдельные. Вот, то есть, ну, примерно раз в месяц турниры идут. Важный вопрос для наших телезрителей, они всегда этим интересуются. Дорого ли заниматься бильярдом? Нет, наверное, в целом не дорого. То есть часы игры в бильярды унике и приемлем по цене. То есть у нас это 50-200 рублей. Хороший скидок для студентов. То есть как раз, чтобы молодежь потягивалась к бильярду. Ну, и в целом, наверное, не дороже, чем любой вид спорта, который у нас есть. Поиграем? Да, конечно. Полетели. Сейчас выиграю. Как всегда. Есть такая разновидность игры, называется восьмерка, где один из игроков будет забивать только сплошные, другой будет забивать только полосатые шары, ну и в конце нужно будет забить восьмерку. Ставим мост, подняли в домик, палец поджали к холке, чтобы никуда в лево-право у нас не выходило, и двигался четко по намеченной линии. Все, база есть, игра. Я подожду, время много. Это был Кикс, потому что я не поменю. 5-0. Ой, смотри, что происходит. Уходить надо на победе. Дело-то не во мне. Это партия. Вот так вот мы сегодня ворвались в один из бильярдных клубов города Кирова. И я могу сказать с точной уверенностью, ребята, если вы после работы устали, если вы после учебы устали, смело залетайте, поиграйте в бильярд. Это снимает стресс. Вот, например, у меня спину размяло. Я весь день в офисе сидел. И сейчас, наконец-то, размялся. Давайте дадим совет начинающим бильярдистам. Самое главное, приходите, пробуйте свои силы. Каждый может стать чемпионом. Это круто. Большое спасибо за урок. Мы продолжаем двигаться дальше. А вы, ребята, залетайте в комментарии и напишите, куда мне сходить в следующий раз. Что попробовать, что испробовать. Все для вас и для вечерней вятки. Всем пока. И я играть. Вот так, друзья, от вас зависит, куда же отправится в следующий раз Никита. Поэтому давайте придумаем ему интересное задание. Пишите в комментариях. Ну и плюс сегодня отвечать на вопрос вечера, какая реклама вам нравится, какая интересна, которая, возможно, у вас постоянно в голове. Поэтому рассказывайте, пишите, за это получайте подарки. Да, тем более подарки классные, подарки крутые. Но, запомним классную фразу, каждый может стать чемпионом. Это вполне могло быть слоганом какого-то чего-то, опять же. Какой-то интересной вещи. Почему нет? Да, вполне возможно, что какого-то рекламного ролика. Ну а прямо сейчас у нас на связи наш коллега Алексей Власов. Привет, привет. Привет, Леша. Привет, ребята. Расскажи, какая реклама у тебя постоянно, возможно, на слуху. Слушай, ну так как я все-таки человек, относящий себя к музыкальной сфере, да, я очень люблю рекламы, которые именно с такой музыкальной озвучкой, с писаной. Так. Так вот, очень такая заедливая, если ее вспомнишь, потом везде не ее поешь. Это «Мерси, благодарю тебя, мерси, спасибо, что ты есть». Ну, кстати, она не только, она такая, знаете, с какой-то душой, да, и можно каждому об этом говорить, и как приятно. Вот плюсы, плюсы рекламы есть. Хорошо, давай тогда сегодня расскажем о том, с чем ты пришел к нам и к нашим телезрителям. Давай. Ну, как вы наверняка уже догадались, пришел я к вам с интересными, необычными новостными заголовками, которые для вас я сейчас и прочитаю. Ну, давай, давай, повесели нас. Итак, поехали. Первый заголовок. Главным злодеем первого хоррор-фильма для кошек стал «Огурец». Ого, естественно. Подождите, хоррор-фильмы для кошек снимаются сейчас, я что-то пропустила? Видимо, ну, сейчас, в период изоляции, видимо, люди совсем решили снимать все. В кинотеатрах особо ничего не идет, решили, пока сейчас все зайдет, все зайдет, поэтому вот стал «Огурец». Ну, это очень, кстати, боятся они постоянно этого. Да, именно на вот этом, так скажем, при убеждении построен фильм. Действительно, кот, главный герой, на протяжении всего фильма ищет рассол, чтобы замочить огурцы. Вот так. Какой интересный сюжет. Какой смысл глубокий. Да. Но почему бы нет, почему? Надо сейчас все снимать, хоть что-то посмотреть новое, а то уже устал смотреть старый фильм. Мне нравится, что журналист Александр Лисица. Лисица, да. Ну да, Лисица написала... Про кошек. Ну что, давайте двигаемся дальше. Итак, сейчас немножко такого опасненького. Ночью в коме медведь вломился в жилой дом, хозяин отбился факелом. Ну это же обычная история, в принципе. Жилой дом, факелы горят. Да, то есть, ну, в средневековье там, да, новость еще прилетела к нам. Ну хотя 12 октября еще там, там уже должно быть. В Сыктывкаре, где там еще в коме должно быть уже. Там уже хорошо. А там еще бывает такое, да, что... Ну, я, в принципе, представляю, я жил в республике Коми, и когда-то по улице шел Мишка один раз, вот в моей памяти, но он ушел потом быстро. Но факела не было никогда. Не выгоняли его, да? Нет, нет, нет. Куда выгонять? Куда? Это хозяин, мэр. Ну вот Мишка, к сожалению, побил окна. Это был частный дом. Он, видимо, искал еду. Это уже не первый случай выхода медведей к людям. В общем, помните, друзья, что медведей ни в коем случае подкармливать нельзя. Это может плохо. Я помню, лоси недавно гуляли, у тебя тоже приходили. Да, да, да. Все понеслось. Такая животная тема. Да, неплохо. Ну, главное, что под рукой оказалось у человека? Факел. Факел, да. Факел, вот видите. А вы все ругаете, что пожароопасно. Вот, видите, спас жизнь. Спас себя, жизнь свою. Спас себя, да. Итак, давайте двигаемся дальше. В Хакасском городе молодая была молода, а жених не очень. Такие вот интересные факты у нас. Слушайте, ну что жениха обидели? Я хочу вступиться. Ну, как так? Ну, я могу рассказать, на самом деле, историю. Тут из заголовка вообще ничего не понять. Да, очень сильно. Да, ЗАГС собирал просто статистические данные. Самой молодой невесте было 18 лет. Самому, извините, самому, скажем, возрастному жениху был 61 год. И вот они решили отобразить вот эту статистику в заголовке, которая... А, это что жених не молод? Да, да, да. Я только сейчас поняла с расшифровки. Не просто, что они решили оскорбить человека. Ну, это молодая, это... Я три раза тоже перечитывал сначала. Какое уточнение, в Хакасском городе? Да. В чем не сказано, в каком? В каком? Просто в каком-то городе. В городе Эн. Молодая была молода, а жених не очень. Молодая была молода, это что-то уже, знаете, такое из... Шансона. Ефрем Амирамов. Возможно, именно. Молодая. А, ты вот тут... Да, да, да. Какие-то познания идешь, конечно. Николай. Интересно. Знаете ли. А начинал так хорошо смирить. Замечательно. Что бы делать? В конце Баскова споем. Итак, договорились. Давайте последний на сегодня заголовочек. Итак, тоже очень интересно. Девушка решила проверить парня и привела на первое свидание 23 родственника. Вот так вот. Да, там есть пояснение, да? Я так понял, что... Но не совсем, так скажем, до конца нам все рассказывает историю, я могу вам ее рассказать. Проверить-то она хотела что? У меня вопрос. Щедрость парня. А, щедрость? Да, насколько он щедрый. Ну, когда, собственно, семья вместе с девушкой и парнем покушали, счет получился в переводе на рубли на 230 тысяч. Естественно, парень сбежал, потому что таких денег у него не было. Они кое-как собрали со всей родней деньги, заплатили за этот счет, потом девушка с парнем встретились и все-таки они решили, что парень за себя и за девушку заплатит, все остальное так и останется при... Ну, плюс ему в чем? Он не убежал, потому что если бы вам, я думаю, что ребята, честно, давайте привели по 23 родственника, вы бы сказали, это кто? До свидания. Вообще, ну... В принципе, даже не стали бы садиться с ними за один стол. Он решился. Давайте так. Была, не была. Прямо 23 родственника. Вы прямо сейчас насобираете, чтобы привезти в какой-то день вместе 23 родственника. Это не Китай вам. Ну, слушайте, ну, бесплатно поесть, почему нет? Ну, как оказалось. Как минимум, чат в WhatsApp какой-то должен быть. Все на обед. У меня первое свидание. Чат называется первое свидание. Приходите, время такое-то все. Нормально они, конечно, решили. Да, прикольно. А в Любовь Киде. Да. Там уже, наверное, двоюродные братья пошли. Слушайте, просто иногда даже мужчины не всегда платят на первом свидании. Да, да. В принципе, даже за девушку и даже за себя иногда нет. А тут 23 родственника. Терпение, слушайте, железное у человека просто. Я сейчас сегодня на стороне мужчин почему-то. Ну что, ты обещала нам Баскова пропеть? Давай. А, да, золотую чашу. Я уж не буду вам петь. Ну, хоть что-нибудь. Шарманку-то можно? Да. Ребят, я стесняюсь. Вы что, я там в школе. Просим, просим. Давайте золотую чашу. Золотая чаша, золотая. Все, супер. Как потрясающе. Если бы у тебя, Алеша, была семья, да еще и в городе Кирово-Чепецк, то ты бы мог поучаствовать в нашем конкурсе «Уралхимия. Семья». Кстати, у них в этот раз, в эту пятницу, была как раз тема «Это песенная». Поэтому прямо сейчас, пока Алексей у нас распевается и, возможно, переезжает в Кирово-Чепецк. Уже жалеет, да, меняет прописку, вырывает паспорт и прописку и вклеивает туда фломастерами, вписывает точнее прописку в Кирово-Чепецке. Мы посмотрим, что же вас ждет в 19.30 в очередном выпуске «Уралхимия. Семья». Всем привет! Это проект «Уралхимия. Семья» и мы его ведущие Ирина, Гена и Рома Никулины. И о старте нового этапа нам хочется петь. Мы уже посмотрели множество креативных видео, посмотрели прямые эфиры от участников и сегодня пришло время услышать их песни. Городок у нас небольшой, любимый его всей своей душой. Я бы сказал одним предложением песня про любовь к городу Кирово-Чепецк. Да ну, это же прошлый век, может, что-то посвежее сделаем? Леха, что ты сделал? Здорово, что вся семья поучаствовала. Папа прямо зачет вообще за рэп. Супер просто. Текст про Чепецк столько сказано просто, ну и заходит классно. Мне вот понравилось. Я хотел даже встать и подробить чуть-чуть. Это наш город, город побед, город талантов сердцами согрет. Репких парней и красивых невест, сколько в нем ценных и памятных мест. Стелла, Олимпия, Дружба, Янтарь, Ледовый дворец, летучий корабль. Мне кажется, они решили просто поставить больше на качество исполнения, что у них такая качественная аранжировка, качественный вокал. То есть они решили именно выделиться качеством, потому что в этом плане у папы даже красивая вибрация слышно в конце. Наш родной Кальчевецк, позитив это мы. Наш родной Кальчевецк, мы в тебя влюблены. Песню папа выбирал. Весело, садорно, позитивно. Вечерняя Вятка, прямой эфир. Сегодня мы отмечаем День работников рекламы и хотим спросить у вас, какая реклама вам нравится. Вы можете написать об этом в группе ВКонтакте Девятка ТВ Киров и получить классные подарки. Это, во-первых, скидка 20% в сеть шиномонтажных центров. Во-вторых, это пригласительный в палеонтологический музей. Ну и, конечно же, это целый пакет сладостей, мармелад, штрудель и, конечно же, печенье к чаю. Все свежее и вкусное. Так, ну что, давайте почитаем, что вы уже написали и погнали. Даша Михеева, давайте честно, круче гудка в рекламе сегодня никого нет. Я соглашусь отчасти. Да, он очень крутой актер. Виктория Макарова, всем привет. Привет вам, Виктория. Спасибо, что вы с нами. Пишите вашу рекламу, тоже было интересно дать ваше мнение. А Татьяна Лукина, мне нравится реклама с песнями, потом поешь целый день. Вот, да, как недавно Алексей нам тут провел все песни и сразу все в голове засели. Елена Чихомова, социальная, добрая, о благотворительности, человечности, только без морали, тонко, креативно. Я тоже соглашусь. Этим, кстати, очень хорошо занимаются у нас ребята, которые, группа роднополист, которые поют песни, только социальные песни. И очень много таких у них песен выходило, посмотрите, загуглите, очень много про спасателей, врачей и так далее. Люблю очень азиатскую рекламу, японскую и китайскую. Она зачастую очень эпатажная и сразу не поймешь, что рекламируют. Я вообще считаю, это высший пилотаж, когда ты посмотрел рекламу и ты не понял до конца, что тебе хотели продать, но ты понял, что это безумно красиво. Нет, есть такой момент, когда лучший в мире, был какой-то год, где лучшие в мире рекламы признали рекламу одной марки автомобиля, но, ну, то есть лучшие по съемке, по красоте, по всему, но признали самой неэффективной. Потому что люди посмотрели, такие, да, красиво, и все, и продаж ноль, ничего не случилось. Если не хочется пересматривать, так вот хочется. Да, но покупать не хочется. Владислав Турубанов, мне нравится реклама, где люди смотрят другую рекламу. Это сейчас знаменитые эти моменты, когда люди оценивают то, что сделали другие люди. Да, здорово. Классно, да, почему нет? Всех работников рекламы с праздником, ура, без рекламы никуда, написала Марина Погодина. Спасибо вам большое за поздравления. Наталья Захарова говорит, что это когда хорошая реклама. Действительно. Виктория Макарова, моему папе очень нравится реклама шоколадного батончика. Уроды, они такие же, как Паша, только страшные. Я помню, кстати, это реклама, по-моему, еще очень старая, конца 2000-х, может быть, да, такую? Да, Никита Нечаев, конечно, новогодний, новогодний напиток этот, который праздник нам приходит, праздник, да, его все ждут. Честно, все ждут, и это, мне кажется, многое, реклама у всех ассоциируется вообще с Новым годом. Да. Юлия Баршина. Реклама зубной пасты с яйцами. До сих пор стучу по ним, когда достаю из холодильника. Видите как? Классно. Да, все, вспомнил такую классную реклама. Нравится реклама с хорошим юмором, а реклама с котиками дарит много позитива. Да. Согласна, котики всегда спасают, да, даже часто. А писать о том, что нравится, это уже реклама, считает Руслан Лошаков. Может и так, может и так. Реклама про маски сейчас актуальна. Но, знаете, ситуация в мире, лучшая реклама масок сейчас сама по себе. Можно даже не продвигать их нисколечко абсолютно. И Настя Береснева написала реклама про спорт. Классная. Да. Для меня навсегда запомнилась реклама со слоганом «Не тормози». Не тормози. Да. Особенно с мистером Бином, когда они менялись. Типа он ниндзя был, потом съел батончик, хоп, сразу поменялся. Преклассно, да. Всем привет, обожаю ваше телевидение. Спасибо вам большое, Настя Береснева. Люблю два типа рекламы. Посмотрел познавательный ролик и только в конце понял, что это была реклама. Вообще, в принципе, пишет Ирина Александрова. И вторая – это странная, нестандартная реклама. После просмотра в голове мысль «Это вообще что?». Правда, такую не все умеют снимать. Вот сейчас очень, помимо, как говорили, что про Гудка, Александр Гудков снимает классную рекламу, еще снимает канал Label.com. У них там где-то шоу «Что было дальше?» и все остальные. И вот между ними идут потрясающие скетчи рекламные, которые ты просто смотришь, потому что хочется посмотреть, что чем закончится до конца. Правда, классную рекламу ребята делают. Достаточно дорогую. Мало рекламы про дезинфекторы, хотя очень кстати. Ну, это даже, наверное, к маскам замечательно. И последнее. Давай, передайте, пожалуйста, привет моей любимой мамочке. Я ее очень люблю. Передаем. Мама Софии Рысевой вас очень любит. Да. Ну и реклама там, где вся семья. Вот так София Рысева еще заодно. Да, да. Почему все эти знаменитые майонезные рекламы? То есть когда вся семья в сборе, обычно. Ну что, друзья, пора все-таки узнать еще и мнение тех, кто сегодня отмечает этот праздник, те, кто работают уже не первый год. А в рекламе те, кто знают, они, мне кажется, что все. Виновники торжества. Да. А кто это, вы узнаете прямо сейчас. Дамы и господа, встречаетесь сегодня в гостях у вечерней вятки генеральный продюсер телеканала «Девятка ТВ» Наталья Попова и главный редактор телеканала «Девятка ТВ» Ольга Костылева. Сегодня вы сможете задать абсолютно любой вопрос нашим гостям. Ну что, друзья, вот и они, Ольга Костылева, Наталья Попова, те самые люди, которые в рекламе, мне кажется, что, ну, как минимум, собаку съели, а то и больше, да? Я думаю, что на порядок больше животных, чем собака. Ну что, с праздником вас. Спасибо большое. Как вы отмечаете праздник обычно? На работе обычно. Особенно этот, на работе, да. Обычно делаем рекламу во время праздника. Потому что по будням? Или завтра выходные, и просто начнется феерия какая-то рекламная? Завтра выходные, и мы думаем о том, как будем делать рекламу в понедельник. Все понятно, хорошо. Все время делаем рекламу. Проблема в том, что в выходных, мне кажется, у работников реклама просто нет. Я думаю, да, они все время включены в процессы, поэтому, в общем-то, все это так выглядит. Я более того скажу, у хорошего работника вообще нет выходных. Где бы он ни работал, чем бы он ни занимался. Это точно. У нас сегодня очень много зрителей пишут действительно про рекламу. Очень хорошие варианты ответов. Но хочется у вас узнать, как вообще реклама сейчас изменилась. Потому что пандемия внесла, мне кажется, что свои корректировки. Как сейчас потребляют люди рекламу? Нравится ли она им? Как вы считаете? Ну, я думаю, что это не пандемия внесла корректировки. Корректировки, они на порядок раньше начали происходить. И реклама сейчас меняется вместе с рынком потребления. То есть на рынке потребления сейчас главная тенденция – то, что он перенасыщен. Предложений на порядок больше, чем возможности потребить. И люди сейчас не покупают то, что нужно. Люди покупают то, что производит неизгладимое впечатление. Это касается вообще всего. Это касается даже того, что очень нужно. То есть сейчас то, что нужно, должно производить просто фееричное какое-то впечатление человека, что он это купил. Ну и реклама, соответственно, сейчас такая же. То есть с большим удовольствием зритель потребляет рекламу, которая поражает, удивляет, шокирует. Ну, в общем, оставляет какой-то след еще после того, как заканчивается. Да, я хочу добавить, что сейчас люди покупают в первую очередь эмоцию. Вот как раз-таки к этому. Поэтому, наверное, очень важно, чтобы реклама была... Ну, ты посмотрела, например, рекламный ролик условно, или какую-то программу с рекламной интеграцией, и чтобы она у тебя вот здесь осталась в голове, чтобы ты могла это вспомнить и, соответственно, потом купить что-то и так далее, и тому подобное. Или получить какую-то лояльность. А лучше бы не в голове, а в сердце, чтобы она у тебя осталась. Вот эта голова, это же дело такое неживное. Мы можем, кстати, посмотреть сейчас пример. То есть одним из ярких представителей вот именно такой рекламы, шокирующей и удивляющей является Александр Гудков, о котором мы с вами говорим весь вечер. Да, я предлагаю прямо сейчас посмотреть, друзья. Если вы еще не видели, то вы сейчас удивитесь. Знакомьтесь, это Саша. Здравствуйте. Здравствуйте, Саша. Здравствуй. А чем ты занимаешься? Я танцую. Танцую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саша, а у меня такая же тушь. Мне кажется, многие девушки тоже посмотрели и решили, что да, действительно, у многих. Как вам такая реклама? Ребята, во-первых, пишите в группе ВКонтакте, если не видели ваши эмоции. Ну и сейчас мы тоже обсудим. Чем цепляет она на взгляд профессионала? Ну, это мега эмоционально, это мега ярко, это очень неожиданно. То есть здесь неожиданно все абсолютно. Здесь нестандартная ситуация, здесь нестандартная развязка. В общем, ну, Кутков, что мне уже сказали. Ну, это еще с юмором, да, Вить, Коля? Ты это хочешь сказать? Нет, достаточно классическая ситуация изначально, что пришел знакомиться с родителями, которые все когда-то были, и все видели такого стереотипного папу, и потом, оп, здравствуйте, неожиданный поворот, который уже точно у тебя оставит неизгладимое впечатление навсегда. То есть ты как минимум ожидаешь сейчас, Саша, какие-то народные танцы исполняют, краснознаменные, ансамы, песни и фляски, что-то из этого репертуара. А Саша вот на каблуках и вок. Вот, пожалуйста. На ваш взгляд, такая реклама зайдет именно на региональном ТВ, раз уж мы и здесь находимся? Да такая реклама на зрителя заходит везде, вне зависимости от того, где он находится. Вся проблема в том, что региональный рекламодатель не совсем готов к такой рекламе. То есть, к сожалению, годы идут. Если мой рекламный опыт брать, я 25 лет этим занимаюсь. Я думала, что раньше столько не живут, можно этим, оказывается, 25 лет только рекламой заниматься. Вот. И я вам скажу честно, первые ролики, которые я делала, эти ролики, которые я сейчас вижу, ну не потому, что мы такие хотим делать, а потому что заказчик такие заказывает, они, по большому счету, мало чем отличаются. То есть, у нас есть адресный план, у нас есть обзорная экскурсия по магазину шапок по полкам. Вот. И потом опять все заканчивается. И со словом распродажа. И все, да, слово распродажа, и опять все заканчивается адресным планом. Ну, к сожалению, у нас почему-то рекламодатель не готов. Причем рекламодатель и зритель, это ведь один и тот же человек. Ну, то есть, почему-то они не встречаются, понимаете? Ну, к сожалению. Еще хочу добавить к этому как раз-таки. Очень интересная такая штука. Вот как раз-таки вот эта реклама шапок, какая-то лобовая реклама, вот эти билборды, где написано «Приходи бриться туда-то», они у нас в регионе работают, а в крупных городах, там, например, Москва, Санкт-Петербург, там уже это не работает. А у нас это работает до сих пор. Поэтому рекламодатель, соответственно, он к этому готов, он идет на это. Ну, и мы продолжаем это делать иногда. Ну, у нас это работает, потому что зритель просто не видит альтернативы, к сожалению, и потребитель не видит альтернативы. А бриться же где-то нужно, и шарики подоглазки. Это же момент, кто первый рискнет, тот и соберет, получается, всех клиентов, возможно. Ну, возможно. Да, мы надеемся, что вот этот рисковый человек, он нас сейчас смотрит, и он обязательно к нам придет, и мы сделаем абсолютно неотразимую рекламу. Есть вопросы. У вас есть самая любимая реклама, спрашивает София Рысева. У меня... Ну, Оля, давай ты тогда. У меня есть... Ну, я бы не сказала, что это самая любимая реклама. Реклама, наверное, которая меня до сих пор в голове у меня сидит, это реклама шампуня «Лошадиная сила». Уж простите, волосы растут прямо на глазах. Вот это реклама у меня в голове. Ну, вот все. У меня сейчас есть любимая реклама, как раз я вот хочу об этих тенденциях еще сказать. Если раньше лицами рекламных сообщений были люди из телевизора, то сейчас самые крутые лица – это люди из интернета. То есть это как раз вот эта вот самая тенденция еще одна. Вот. И мы видим там всех. Мы видим там ютуберов, инстаграмщиков, тиктокеров. Это вообще целая волна новой движения. Вот самая любимая у меня на данный момент реклама – это реклама с Лапенко «Банка.Точка». Давайте прямо сейчас посмотрим. Она тоже есть. Посмотрим и оценим. Ты тоже это чувствуешь? Тоже. Твой вид тоже? Тоже. Соберись с духом. Скажи это делом. Ну что, друзья, вот такая вот реклама как раз с лицами из интернет Клава Кока и Антона Лапенко. Класс. Заходят, друзья. А потом все это остается в голове, потому что перевожили на песню, и все. И ты уже ходишь, поешь не оригинальную песню, а другую. Плющи, которые покинули. Да, да. А куда деваться? Да, немножечко сообщений еще. А вот вопрос. Мне нравятся рекламные ролики, которые крутят на Супербоуле в США. Офигенные работы. Видите, представляете? Ну да, офигенные работы. Что можно сказать? Согласен, да. Вся реклама, где про еду, нравится Марусе Головиной. Так, вопрос я потеряла. А все. Какая самая добрая реклама, которую вы снимали? Мы очень много доброй рекламы снимали. Но все самое доброе касается детей. Все, что про детей, это всегда мило, добро. Ну и понятно, котята в лукошке. В общем, дети и животные. Совершенно у нас был потрясающий ролик, снятый в Дню Победы. Все плакали. Там и дети были, и дедушки были, и военные воспоминания дедушки. Сейчас я рассказываю, прям и слеза наворачивается. А мы снимали в прошлом году социальную рекламу как раз-таки с участием детей и животных. И, наверное, это была самая добрая реклама, которую я сейчас могу вспомнить. Очень позитивная. Заканчивалось все очень позитивно. Слушайте, наши зрители смотрят и понимают. Меня удивило, если бы сказал что-то другое. Не получилось. У меня все позитивно. Зрители сейчас смотрят на рекламу, которую мы показали, да, и понимают, что это бюджеты, это столичные, скорее всего. Мы тоже говорим, ребята, давайте делать такую рекламу, но хватает ли сил, усилий и возможностей производства именно сделать это у нас в городе? Поверьте, при желании можно сделать очень интересные ролики, не имея таких бюджетов. То есть самое главное – это идея. Самая главная идея. Да, может быть, это будет не так технично, может быть, это будет не такая качественная картинка, но то, что мы можем обеспечить идею и достойное воплощение этой идеи здесь, в регионах, это стопроцентно. Как раз у Толи хотела об этом сказать, вообще про региональную рекламу. Да, сейчас есть такая тенденция, что большие, крупные бюджеты крупных компаний именно на производство рекламы, они уходят в регионы. По какой причине, как думаете? Дешевая рабочая сила. Конечно. А качество не страдает абсолютно. Совершенно верно. Именно поэтому мы тоже занимаемся такими проектами, очень крупными, и мы достойно представляем себя на федеральном уровне. Так что, друзья, вот так мы готовы воплощать все ваши идеи. У нас для этого есть ресурсы. Я предлагаю посмотреть прямо сейчас опрос, потому что тема у нас сегодня – какая реклама вам нравится. Мы решили выйти на улицу и узнать, что же думают об этом кировчане. Сегодня вся Россия поздравляет работников рекламы с их профессиональным праздником. Как к рекламе относятся жители нашего города, узнаем о них прямо сейчас. Как относитесь к рекламе? Положительная и отрицательная? Положительная. Положительная. Почему рассказываете? Ну, потому что мне кажется, что реклама более привлекает людей, и что она более важна для жизни, чтобы развиваться в разных уровнях. Отрицательная. Почему? Обычно она навязчивая. Я не смотрю, я блокировщик включаю. С негативной стороны – это, конечно же, все рекламы, которые связаны с медикаментами. Я врач, и поэтому все вот эти рекламы связаны с лечением и все такое прочее. Это, я считаю, что недопустимо. Для меня рекламы мешают просматривать любимые программы. А если говорить о ее социальной значимости, какая, бывает реклама и хорошая, и плохая. Вся информация даже не укладывается иногда. Ну, спортивные какие-то товары, услуги. Это хорошо. Хорошо, да, согласен. То, что мне неинтересно. Мероприятия всяких. Дорогие, дорогущие автомобили, мне это неинтересно. Значит, не усваивается. Ну, не вся нравится, конечно. Дурацкие очень есть некоторые рекламы, некоторые дурацкие очень. А какие, например? Ну, не знаю, там глупости, глупости всякие могут показать. А полезная реклама, я считаю, что нужна. Самая для тебя запомнившаяся, чем-то выделившаяся реклама? Недавно была реклама Белайна с на зиме монеточкой. Реклама кетчуп. Почему? Ну да. Почему? Почему? Я не знаю, потому что... У нас запомнилась такая эффектная реклама. Это самая частая реклама, которую я вижу по кировскому телевидению. Ну, все хорошо, по-моему. Скажите, пожалуйста, как к рекламе относитесь вы? Положительно. Это двигатель прогресса. Помните, что реклама делается специально для вас, и, возможно, с помощью нее вы найдете что-то свое. Это был Алексей Власов. Всем хорошего вечера. Вечерняя Вятка, и мы продолжаем говорить о рекламе. У нас сегодня в гостях Наталья Попова, генеральный продюсер телеканала Девятка ТВ, и, конечно же, Ольга Костылева. Это наш главный редактор. Люди, которые в рекламе уже работают не один десяток лет. Вот и выдал наш мозг сейчас, Алёна. Ну, с двух просто. С двух лет. Есть вопросы, хочется их задать. Анталия Захарова спрашивает, что должно, сколько на вашей памяти стоила самая дорогая и самая дешевая реклама именно в плане производства? Самую дешевую рекламу мы делаем каждый день, поэтому, мне кажется, цене не стоит говорить. Вот. Ну, в моей практике самый дорогой рекламный ролик был где-то в диапазоне миллиона восьмисот тысяч, то есть в диапазоне двух миллионов рублей. Вот. Ну, это было очень крупное предприятие, которое рискнуло и отдало региональному телевизору как раз вот свой рекламный бюджет. Вот. А по поводу того, может ли дешевый ролик быть крутым? Да, может. Я много таких примеров видела, и у меня до сих пор в памяти пример тоже какого-то регионального телевидения, ну, регионального продакшена, который, в общем, как выглядел ролик. То есть это был чёрный экран, закадровая музыка, закадровые слова и просто тексты внизу. Но идея была до такой степени крутой, что при таком минимальном изобразительном ресурсе это шедевральный совершенно ролик. Просто, представляете, вот чёрный экран и просто титры, всё это, просто музыка. Да. Здесь вопрос только в идее. А чего не должно быть в рекламе, интересуется у нас человек? Насилие. Оля, а ты что скажешь? Что ещё? Не нужно. Не нужно. Ну, насилие, конечно, тоже, соглашусь, не должно быть ни в рекламных роликах, ни в рекламных проектах. Ни в жизни. Ни в жизни, да, не должно быть. Не должно быть, ну, каких-то, может быть, сомнительных, двусмысленных, каких-то там отвратительных вещей. В пошлости не должно быть. В пошлости, да, какой-то. Ну, может, чуть-чуть только, если... Намёк. Смотря что рекламирует, опять же. Да, смотря, что рекламирует. Согласна с тобой, Коля. Вот. Наверное, в рекламе у меня был такой случай интересный. Мы делали рекламный ролик, где были рисованы... Ну, в общем, он был рисованный, и там, значит, в нём принимали участие люди и животные. И там был такой намёк на... Ну, как бы, намёк на то, что кошку выгоняют из дома. Ну, то есть она что-то там натворила, но, значит, пришли хорошие строители, она подрала обои, пришли хорошие строители и выгнали кошку из дома. И вот такого быть не должно. То есть обижать животных нельзя вообще нигде и никогда, в рекламе тем более. А вы сами бы принимали участие в... ну, как лицо? Что-то рекламировали сами вот? Ну, у меня бывают иногда интеграции какие-то, но это исключительно в моих соцсетях. Исключительно на добровольных началах, потому что я искренне считаю, что нужно поддерживать отечественные предприниматели, вот, и особенно провинциальных предпринимателей. Поэтому с радостью показываю вещи, которые мне искренне нравятся. Совершенно безвозмездно. Сразу вопрос тогда получается. Что бы вы никогда не стали рекламировать? То, во что я не верю. То, что мне не нравится. То есть это масса вариаций. Ну, понятно, что никакой рекламы спиртного, табака и прочего. Ну, потому что это не моё жизненное кредо. Я тоже отвечу на вопрос. Я принимала участие в рекламе, и это было довольно интересно. Много было всяких разных проектов. Один из них очень интересный был историческая программа, которую поддерживал один из наших кировских банков. Вот, и я считаю, что это была довольно достойная реклама. Они поддерживали полностью как генеральный партнёр наш проект. Соответственно, было очень интересно с ними работать. Тут пишут «Люблю про энергию кота Бориса». Вот так вот. И вообще вся реклама с животными супер как раз. Поддержание и про кошачий корм новогодней рекламы супер. Там, где котику на макушку падает снежок. Вот как раз тема. Это мило, правда. Да. Вовсе не смотрю рекламу. Есть ещё вот такой вот у нас комментарий от Андрея Вшивцева. «Всё, что нужно, люди и так знают». Это моё мнение. Как смотреть фильм или программу, где, грубо говоря, на 10 минут, программ из неё 15 – это реклама. Сразу же отталкивает этот просмотр. Вы как к этому относитесь? Да. Смотрите, когда вы смотрите какой-то фильм, вам этот фильм нравится, вы должны очень чётко понимать, что этот фильм увидите только благодаря тому, что там есть рекламные блоки. Люди, реклама – это благо в первую очередь для СМИ, потому что когда реклама на телеканалах заканчивается, заканчивается и само средство массовой информации. К сожалению, это реальность, в которой мы живём. Поэтому любите фильмы, любите и рекламу. Или ходите в кинотеатры, где вы, собственно говоря, без рекламы сможете. Это тоже сложный философский вопрос. Потому что в кинотеатре вы тоже перед началом сеанса должны посмотреть определённую порцию рекламы. Бывает, что это даже интереснее фильма. Да. Потому что сейчас рекламу снимают такую классную, то есть и ты посмотришь, думаешь… А фильмы такие не очень. А видите рекламу там, которая была? Ох, мне не нравится реклама, которая бесит. Сразу переключаю канал. Эту продукцию не покупают из принципа. Кто-то может сказать, что раз бесит, то реклама работает, но лично меня это не так. Вот как относитесь к такой рекламе, которая постоянно заедает или вообще просто раздражает? Ну, раздражение – это же тоже эмоции. И поэтому я не думаю, что человек потом это специально не покупает. Я думаю, что рано или поздно его приведёт туда. Есть момент, что в память откладывается что-то, а потом ты не помнишь, что это было, хорошее или плохо. Что-то отложилось, и это, значит, работает. Вот это как раз та самая штука. Вот, вот, я помню эту штуку. Нужно попробовать. Ну, тут упоминают рекламу. Две мясные котлеты, гриль, специальный соус сыр, огурцы, салат, лук, всё на булочке с кунжетом. Вы наверняка всё узнали. Это замечательно. Ну, конечно, замечательно. Ещё спрашивают. Наталья, лично вам вопрос от Руслана. Почему не сотрудничаете с мелкими ИП? Так, мне кажется, мы только с ними сотрудничаем. К сожалению, мы только сотрудничаем с мелкими ИП. Вот. Руслан, мы сотрудничаем со всеми, кто приходит и обращается к нам. Сон, приходите, обращайтесь. По-моему, нуждая рекламу, с темы сотрудничаем. Ещё есть вопрос. Как вы относитесь к рекламе без слов и любого музыкального сопровождения? Как раз сейчас такая есть одна у нас на телеканале, одной телесистемы, да, по-моему? Да, мобильного оператора. Мобильного оператора. Ну, она тоже имеет право на существование. Ну, если честно, я всё-таки придерживаюсь того, что реклама должна доставать тебя везде. То есть, если ты её не видишь, она должна достать тебя звуком. Ну, это моё личное. То есть, если вы хотите максимально использовать тот бюджет, который вы вкладываете, ну, вот всё-таки подумайте о том, что очень многие люди смотрят телевизор не всегда, не глядя, отвлекаются на приготовление пищи, на поедание, на походы в ванну, там, ещё куда-то. А звук достаёт их везде. Скорее всего, такая реклама рассчитана на то, что когда ты вдруг услышишь, что, ну, там, твой телевизор тишина, да, тишина на телевизоре, ты просто поворачиваешься и начинаешь это смотреть. Но, да, это не факт, что это попадёт. Ну, у них же тоже такая какая-то рекламная кампания, они графики рисуют и что-то же делают дополнительно. То есть, это как минимум одна из таких вещей, которая, опять же, всё со звуком, одно без звука, и получается интересно. Ну, да, возможно. А реклама города Кирова отличается от рекламы других городов? Да, Киров, у нас же есть, да, такое, что Киров – это что-то, вся страна. Зачем она может отличаться? Ничем абсолютно. То есть, всё, что я вижу в провинции, оно всё одинаково. Даже я вам более того скажу, то, что я вижу, например, в Москве не на федеральном телевидении, а на местном телевидении, оно точно такое уже, абсолютно. Те же требуются грузчики. Телетексты. Те же панорамка по шапкам и с адресными планами. То есть, всё местное, и оно вот такое. Просто предлагаю прямо сейчас посмотреть нашу следующую рубрику. Она будет казаться того, что вы можете увидеть в выходные на нашем телеканале, какое кино будет в нашей телепрограмме. Поэтому смотрите. В течение сорока лет Джоан приносила в жертву свой талант, мечты и амбиции. Дабы фигура её харизматичного супруга Джо вкупе с его успешной карьерой литератора блистали ярко. Но в вечер перед вручением долгожданной Нобелевской премии Джоан решает раскрыть секреты мужа. Скажи мне, что это не чей-то глупый розыгрыш. Это не розыгрыш, дорогой. Смотрите художественный фильм «Ижена» 24 октября в 21.00 на Девятка ТВ. Весна 1919 года. Идёт уже четвёртый год Первой мировой войны. Молодой и наивный лейтенант Рейли присоединяется на фронте к своему комьюр детства и другу семьи, капитану Стэнхопу. Не подозревая, как тот изменился за годы службы. Каково же было его удивление, когда вместо смелого и решительного человека он увидел морально раздавленного мужчину, неспособного повести за собой своих солдат. Лейтенант Рейли понимает, что для того, чтобы победить и выжить, необходимо взять контроль над ситуацией и на себя. Получив известие о том, что войска противника уже близко, солдаты готовятся к неизбежному. К самой масштабной атаке врага за последнее время, намеченный на четверг 21 марта 1918 года. Отчёт пошёл. Смотрите художественный фильм «Последняя битва» в воскресенье 23.59. Ну что, друзья, продолжаем мы говорить сегодня о рекламе. И вот как раз вопрос, наверное, который от рекламодателей чаще всего. Где сейчас эффективней размещать свои сообщения, свою рекламу? Ну, смотрите, сейчас это общая тенденция, когда зритель перемещается от традиционных СМИ в интернет. Это уже давно всё это началось, и сейчас, естественно, всё это всё мощнее и мощнее развивается. И, естественно, рекламные бюджеты, они начинают очень полномерно методично перетекать из традиционных СМИ в интернет-СМИ. Я думаю, что... Но, опять же, если говорить о том, что живо ли телевидение, оно живо, ещё долго будет жить, и наши внуки его ещё застанут. Поэтому телевидение, оно по-прежнему остаётся одним из мощнейших носителей рекламных сообщений. Но если у традиционного СМИ сейчас нет попыток хотя бы проникнуть в интернет-пространство, если традиционного СМИ нет в соцсетях, если нет на Ютубе, то это первый путь в могилу. Поэтому практически у всех маломальски серьёзных телеканалов, радиостанций, печатных СМИ у них сейчас очень мощные аккаунты в социальных сетях. И мы тому не исключение. То есть мы тоже сейчас идём в этом направлении, и мы представлены во всех социальных сетях, которые есть, и очень стараемся развиваться там приблизительно с такой же мощностью, как и на самом телеканале. И там у нас, наши постоянные зрители знают, что у нас постоянно идёт интерактивы и в ВКонтакте, и в Инстаграм. И сейчас очень плотно мы заходим в ТикТок. Можете, кстати, посмотреть, как раз сейчас на экране представлены они. Там то, что действительно остаётся и чаще всего за кадром. То есть там тоже есть классный контент. Подписывайтесь, друзья, смотрите. И также у нас есть ещё один проект, который уже начинался как раз на ТВ, но сейчас уже стал. Да, то есть мы до такой степени верим в силу соцсетей, что даже отдельные наши проекты мы выводим отдельно, с отдельными аккаунтами в соцсети. Например, у нас есть Баблог, но это действительно очень сильный проект. И у Баблога есть свои социальные сети в Инстаграм, и есть аккаунт в ТикТоке. Вот, и этот аккаунт в ТикТоке, он бьёт у нас сейчас все рекорды наших аккаунтов и очень многих других аккаунтов. Давайте посмотрим, как у нас выглядит Лиолетта Рудольфовна в ТикТоке. Вот, коль порезалась, сестричка, тут поможет нам и яичко. Вот, порезов очень хорошо спасает бурёное яичко. Вот, ну или правильно, растущие руки. Но это редкость. Значит, что мы делаем? Разбиваем яйцо. Чистим яичко от скорлупы. На скорлупке остаётся плёночка. Она-то нам и нужна. Эту плёночку кладём на место пореза. И так повторяем три дня. И через три дня порез исчезает, как горячая вода летом. Бабушка расскажет секрет, милой Фук, как распознать, что сливочное масло хорошего качества. Отрезаем большой кусок масла, кладём его в тарелку и топим. Теперь берём листочек бумажки и сворачиваем его в трубочку. Теперь нашу трубочку пропитываем маслом. И поджигаем её. Если масло качественное, то оно будет пахнуть топлёным молоком и даже уверенностью в завтрашнем дне. Нежели масло некачественное, то оно будет вонять, как дальнобойщик с рейса. Ну что, вот такие вот забавные ролики, поэтому смотрите, заходите в тикток. По-моему, это ролики, это вот как раз лидеры по набору просмотров. Потому что это больше 250 тысяч просмотров. Да, больше по 300 просмотров у какого-то из этих роликов. И что нас очень радует вот в этой ситуации, что лучше всего заходят не тиктоковские челленджи, а лучше заходят именно лайфхаки. То есть вот про масло, которое поджигают, вот, пожалуйста, вот что хочет видеть народ. То, что он сам не может не сделать, чтобы за него кто-то сделал и показал, вот так можно пробовать. Есть вопрос. А что должно произойти, чтобы сотрудник рекламного отдела забыл о своей работе? Я не знаю, кома. Кома в музее какая-то. Мне кажется, это невозможно. Я вам скажу честно, я начинала свою работу в рекламном бизнесе менеджером по продажам. И у меня всё самое интересное начиналось тогда, когда у других интересное заканчивалось. То есть, когда заканчивается фильм, начинается рекламный блок, начинается моя работа. У меня вот подушкой всегда лежал блокнотик и ручка. Вышел, не вышел, вышел, не вышел. Да, ну, вышел, не вышел, это во-первых. А во-вторых, я мониторила чужие рекламные блоки. Это же святое просто. Кто там в них размещается? Поэтому, я не знаю, мне кажется, рекламщик – это диагноз. А в-третьих, этот блокнотик нужен для новых идей. Да, однозначно просто. Это точно. Ну и последний вопрос, наверное, который успеем. Вы согласны с утверждением, что реклама – это русская рулетка? Сразу заходит или сразу пустая трата денег? Я вам другую формулировку сейчас дам, которую мы использовали в нашей профессиональной деятельности. Реклама – это когда-то в будущем обещанный оргазм. Может случиться, а может и нет. Абсолютно согласна с тем, что да, это достаточно непрогнозируемая история. Но чем больше вы в этом практикуетесь, сейчас я говорю про рекламодателей, тем больше вы начинаете разбираться сами в том, что заходят, не заходят. И тем больше у вас будет эффекта. Потому что, понятно, если вы один раз сделали ролик и не получили какой-то отдачи, это не говорит о том, что рекламные носители не работают. Нужно просто пробовать. Ну вот, вся реклама, она по этому принципу построена. И главное – обращаться к профессионалам. Конечно. Это точно. Ну что, друзья, время подводить итоги. Да. Вам понравился сегодня комментарий какой? Кому мы сегодня наградим? Я думаю, что нужно наградить человека, который никогда не смотрит рекламу. Может быть, он наконец-то поймет, зачем она нужна. И как-то у него это в памяти отложится. То есть не смотришь рекламу, а вот тебе подарок. Так вот по факту, его же сообщение есть реклама. Мы появились и вот подарили ему приз. Да, господин Шивцев. Да, именно Андрей Шивцев. Вы получаете у нас что? Сегодня подарок – это сладости к чаю. Вот целый такой пакет. Вот так вот, видите, показываю вам без рекламы специально, чтобы вас не раздражать лишний раз. А когда вы будете это есть, вы можете даже закрывать этикетку. То есть вытаскиваете, с закрытыми глазами вытаскиваете, этикеточку рукой закрываете и, пожалуйста. Но реклама до вас дойдет. Еще два подарка мы объявим в социальных сетях, для того, чтобы вы зашли как раз к нам в группу ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» и удивились, посмотрели, кто же сегодня победил. Ну что, спасибо большое. Еще раз с праздником вас поздравляем. Спасибо вам. Вас тоже с праздником. Приходите еще. Обязательно. Мы здесь недалеко. Хорошо. Сегодня у нас в гостях были Наталья Попова, Ольга Костлева, Николай Захарченко. Алена Милина, всем хорошего вечера. Всем пока. До свидания. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин